Чемпионат города по баскетболу В этом году в традиционном чемпионате города по баскетболу среди мужчин участвуют 9 команд. Это максимальное количество за последние годы. За победу борются команды подразделений в НЕФ, предприятия, организации города, а также студенты с РФТИ и политехникума. Игр прошло пока немного. На первом этапе баскетболисты играют по круговой системе. Каждая команда с каждой. Затем будет второй этап и плей-офф. Чемпионат будет идти на протяжении двух месяцев. Это еще начало чемпионата. Игр состоялось немного. Я думаю, треть игр прошло первого этапа. Расстояние меняется. Оно также переносится в связи с тем, что проводятся игры чемпионата области. Тоже многие игроки участвуют в команду «Атом», команду ветеранов города Старова. Чтобы вырваться вперед, спортсменам нужно максимально выкладываться на результат уже с самого начала чемпионата. Предварительные итоги соревнований подводить, конечно, пока рано. Но на первом этапе уже выявляются сильные команды. Лидеры у нас, как всегда, в чемпионате – это команда «Звезда», которая хорошо укомплектована игроками. Ну, мы боремся, борются с ней за… В этом году я, по крайней мере, думаю, что будет бороться за призовые места команды «Сарти» студентов. Команда «Союз» окажет, я думаю, какое-то сопротивление этим новым сильным командам. Ну, и, как всегда, не бывает без сенсации. Я думаю, что кто-то может из других команд тоже вмешаться в игруху за медалями. В рамках очередной игры чемпионата на паркете встретились команды «Союз» и «Энергия». С самого начала «Союз» вырвал лидерство соперника и забивал мяч за мячом. «Энергия» не желала уступать своей позиции. Игра выдалась напряженной. Расслабляться баскетболистам нельзя было ни на одну минуту. Фолы были с той и с другой стороны. К концу четвертого периода «Энергия» не смогла переломить ход игры. И «Союз» победил со счетом 103-72. Борьба за лидерство в разгаре. Продолжается зимний чемпионат города по мини-футболу. В этом году в нем принимают участие 8 команд. И каждая настроена на победу. Определить чемпиона заранее невозможно. Напряжение сохранится до финальных встреч. Зимний чемпионат города по мини-футболу в Сарове проводится традиционно. В этом году в нем принимают участие 8 команд. Игра проходит в два круга. Каждая команда сыграет 14 игр. Правила у нас медийного футбола. То есть размер площадки 60 на 40. Два тайма по 25 минут. Семь в поле, один вратарь. Ну, укорочена немножко площадка. А так, в принципе, правила большого футбола. В зимнем чемпионате города принимают участие как опытные спортсмены, так и молодое поколение. Артем Кичкаев занимается футболом 11 лет. В спорт его привели родители. Футбол для молодого человека – образ жизни. И он планирует связать с ним свое будущее. В текущем чемпионате Артем лидирует в таблице лучших бомбардиров. Он забил ворота соперников 12 мячей. Но для победы его команде до бросоров не хватает еще несколько голов. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы занять в таблице высшее место. Несмотря на холодную погоду, поддержать любимые команды на поле пришли заядлые фанаты футбола. Родители, бабушки и дедушки, друзья и знакомые. Каждый раз входим, да, отличается. Конечно, они сегодня вообще прям в угаре. Игра мне очень сильно нравится. И полею я, как обычно, только за добросоров. Почему? Потому что там играет мой парень. У меня слов нет. Нету. Когда со мной все нормально, я всегда приходил. У меня текущий внук. Вот он, внучок-то мой, рает. Поддерживаете? А то нету. Для того, чтобы давлять, подскакивать. Вот как поддерживает. И весь мокрый. Пока первое место в таблице занимает футбольный клуб «Авангард». Второе – «Добросоров». На третьем – «ФК Икар». Но все может измениться в любой момент. Команды настроены на лучший результат. Победителям чемпионата вручат дипломы, медали и кубки. За расписанием игр можно следить в группе ВКонтакте «Федерация футбола города Сарова». После долгого перерыва в клубе «Армир» центром нешкольной работы возобновились занятия по стрельбе из лука. Это стало возможным благодаря закупкам в рамках проекта «Центр живой истории «Стрелецкая слобода» при грантовой поддержке Федерального агентства «Росмолодежь». В арсенале секции ЦВР есть также советские спортивные луки конца 70-х годов, с которыми участники объединения «Армир» не раз выигрывали турниры. А также облегченные детские луки из стеклопластика. Новички стреляют именно из такого. Рассмотреть разные виды оружия и научиться им пользоваться теперь можно на занятиях молодежного общественного объединения «Армир». Английский лук, лук-болт, так называемый. Значит, это, можно сказать, реконструкция лука средневекового. Значит, из таких луков у нас тоже стреляют. Он сделан из нескольких лавиц. Славы древесина. Значит, как бы цитровое наркотие есть. Ну, в общем-то, он достаточно тугой. То есть вот здесь натяжение около 20 килограммов. Главная задача – уметь обращаться с оружием и попадать точно в цель. Занятия проводят опытные педагоги. По их словам, выйти на хороший уровень возможно уже после двух-трех занятий в неделю. Научиться стрелять достаточно несложно. Сложнее научиться попадать. Для этого нужна постоянная практика по стрельбе. Вы хотя бы один-два раза в неделю приходите стрелять там. Ну, что касается занятий наших, то сейчас у нас все равно на начальном этапе тоже находятся. Сейчас у меня ребята просто учатся попадать в мишени на дистанции 10-15 метров. Чем больше натяжение, тем больше дальность полета стрелы. Обучаться стрельбе из лука под силу детям с 12 лет и взрослым. Желательно, чтобы не было противопоказаний по здоровью. Начинающим спортсменам снаряжение предоставят в клубе. Позже нужно будет обзавестись своим. Записаться или задать интересующие вопросы можно в группе Молодежного общественного объединения «Армир» ВКонтакте. Первенство Нижегородской области среди юниоров 15-16 лет продолжается. На очередной домашней игре ХК Саров сыграл с принципиальным соперником «Звездным» из Арзамаса. Групповой этап первенства Нижегородской области по хоккею среди юниоров 2007-2008 годов рождения подходит к концу. Для наших спортсменов команда «Звездный» города Арзамаса оказалась принципиальным соперником, так как команды набрали равное количество очков в группе и разделили второе и третье место. Домашняя игра Сарова со «Звездным» была решающей. В Арзамасе саровчане проиграли 2-3, поэтому хоккеистам предстояло взять двойной реванш. Теперь в Нижегородской области среди 2007-2008 годов рождения наша команда «Саров» принимает команду «Звездный» в город Арзамас. Но это уже к концу групповой этап подходит. Мы с командой Арзамас пока делим второе и третье место. У нас одинаковое количество очков. Ну, наверное, в этой игре решится, кто займет второй в своей группе, кто займет третье место. В первом периоде игроки сразу вступили в ледовую схватку. Без напряжения и накала эмоций не обошлось. Саров забил быстрый гол – первые пять минут матча. Противник старался сравнять счет, но этого ему не удалось. Соперник мы очень долго знаем. Играли за нас, когда мы играли на ПФО. По первому периоду хочу сказать, что было очень тяжеловато, но вот смогли забить. Преимущество сейчас на нашей стороне, будем их дожимать. Не лезем на ворота, нужно больше обострять, играть в пас. Очень хочется побольше забить. Но игра тяжелая, соперник тяжелый, так что как получится. Нашим хоккеистам все же удалось дожать соперника и выиграть с разгромным счетом 5-0. Эта победа принесла Сарову второе место в групповом этапе. Первыми в рейтинге стоят «Кристалл» из Мурома. Следующий этап первенства – перекрестный плей-офф. У нас две группы по семь команд. То есть первое место играет в нашей группе с четвертым местом той группы. Второе место в нашей группе играет с третьим местом той группы. До двух побед. И это будет четвертьфинал, потом полуфинал, если дальше пройдем, потом финал. Приходите болеть за ХК Саров. Игроки нуждаются в вашей поддержке.